Частная собственность. Хорошо. Кто проведет работу здесь, чтобы нормальную клумбу, что-то здесь посадить, чтобы можно было действительно любоваться. Не то, что здесь можно что-то сделать. Надо собственников нежилого здания предложить, убрать. Надо посмотреть, это граница придомовая или нет. Если придомовая, то с управляющим можно порешать. Почему? По отмостке здесь смотрим. Почему? Собственников. Коллеги, я еще раз обращаюсь, что делается ремонт в целом. Задач дополнительных много. Если мы немножко не обозначим то, что нужно здесь, будет очень сложно что-то дальше продвигать. То есть эта клумба, она значит должна быть клумбой. Вот эта часть, ее опять же, либо как-то привести в какой-то вид божеский, да, то есть имеется в виду, что либо сделать и штукатурки что-то, да, чтобы не в таком состоянии. Либо может быть граффити какой-то, опять же, у нас есть любители, да, с учетом этой клумбы. Вариантов много. Ольга Павловна, вы тоже, тут есть такие моменты в городе, которые надо нам предлагать. А я попрошу еще раз, вот всех предпринимателей, которые на этой улице, надо с ними разговаривать. Нельзя так. То есть вот здесь наводится порядок, здесь, значит, вон уже кирпичная кладка расходится. По штукатурить должны. Ну, в целом, фасад здесь. Не только же, только чтобы зарабатывать средства, да, и это тоже, ну и немножко хотя бы фасадную часть. Здесь кто-то сейчас есть и собственник? Я серендую, арендатель. Ну, собственник же есть. Ну, конечно. Ну, так надо с собственниками разговаривать. Это так же, как у нас съем слона. Улицы как? Разравчинка. Нет, у Назаров. Назаров. Ну, и собственник где-то далеко-далеко. Аварийная, значит, лестница, реклама незаконная. Где-то находится, но зато сдает в аренду. Значит, тоже под протокол этот адрес провести работу с собственником. КУМИ ставлю задачу. В том числе управляющий компактный. Вот с этой клумбой ее привести в порядок.